Выстокая любовь Диего, я не желаю, чтобы ты ко мне прикасался Дядя, я знаю, вам неприятно, что я продолжаю поддерживать связь с Лусей и Мартинес, но я полностью тебе доверяю и надеюсь, что твои действия не будут направлены против меня Безусловно, нет, дядя Более того, я вам очень благодарен за оказанное доверие Смерть Фернандо Лейер не такая уж, большая потеря В письме говорится, что он мертв Пока я не увижу его труп, я не поверю Думаю, вы абсолютно правы, дядя Надеюсь, полиции в скором времени удастся найти его труп, чтобы Лусия и остротевший мальчик, ваш внук, смогли по-христиански его похоронить А вот и пончики Я вам принесла их Очень вкусные, просто пальчики оближешь Такие сладкие И не оставляют неприятного запаха О чем ты, Кристина? Просто сейчас утро Сама не знаю, что говорю Простите, простите Мне пора Я ухожу Лусия, Адриан вот-вот спустится Мы зашли слишком далеко, Диего Мне придется объяснить Кристине, что ничего не было, абсолютно ничего А разве что-то было? Или нет? Нет, ничего не было Не надо, Диего, перестань Я не могу остановиться Я никогда ничего подобного не испытывал Я хотел поцеловать тебя, но не поцеловал Однако я почувствовал на своих губах Твой поцелуй И с тобой произошло то же самое То, что Лусия Мартинес и этот мальчик Которого ты называешь моим внуком Переживают из-за смерти Фернандо Лейера Меня не волнует Именно поэтому я и хотел умолчать об этом, дядя Но вы сами настояли? Нет, я попросил тебе дать объяснение Поскольку ты поздно вернулся Хотя я не должен был так поступать Потому что ты уже достаточно взрослый И можешь делать все, что угодно В любом случае, простите, что побеспокоил вас этой темой, дядя Но я должен признать, что переживаю за этого мальчика Я знаю, этого не должно было случиться Но я привязался к нему Что ж Юридический отдел прислал нам новые образцы контрактов С коммерческими центрами А также список лиц и компаний, которые не хотят их продлять Хотя процент достаточно низкий Как зовут этого мальчика? Адриан 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 Нати, беги за рюкзаком, а то опоздаем Да, мама Я отвезу Нати в школу Хочешь что-нибудь еще? Пойду приму душ Поездка меня очень утомила Я за рулем с раннего утра Нужно освежиться Адриан Не хочу, чтобы ты подумал, что я на тебя сержусь Тогда в чем дело, Марта? С каких пор я должен отчитываться перед тобой? У тебя завелся любовник, и ты боишься, что я вас застану? Антонио, ради бога Как тебе в голову пришли такие мысли? Я все равно узнаю, Марта Папа, ты меня отвезешь? Нет, малышка Тебя отвезет мама Я хочу принять душ Не будем рушить планы, которые мама построила на сегодняшний день Поехали, Нати Марта Не смотри на меня так Думаешь, я был эгоистом? И что, я думал только о нас? Диего, понятия «мы» не существует У тебя есть своя жизнь Которая была испорчена смертью той женщины А моя жизнь Остановилась и, возможно, навсегда Я точно не знаю Ты все еще считаешь, что я виноват в смерти Ракель Цабатер? Не желаю слышать эту фамилию в моем доме Ты злишься из-за того, что было с Ракелей, с Моникой? Сестры Цабатер Похоже, их к тебе как-то по-особенному притягивает Вчера ты был с Моникой Моника сама приехала, она хотела поговорить Поговорить? Я думала, ей нравится только кричать о смерти своей сестры Я не убивал Ракель Я тебя не обвиняю Я не виновен в смерти Ракель Я провел пять лет в тюрьме за преступление, которого не совершал Мне нужно, чтобы ты мне верила Верь мне Я стал жертвой семьи Саботер Причем тут семья Саботер, мама? Сегодня тебя не узнать, Андреа Ты не можешь забыть об этом парне Адриане Да что с тобой, Бетти? Со мной как раз ничего Но ты всегда видела в парнях соперников И вдруг я заметила, как твое лицо изменилось Я видела, видела Он тебе понравился? Симпатичный Жаль, что он из деревни чудес Какая разница? Это деревня, где живут бедняки Она несравнима с богатыми районами А по мне, так это очень милая деревушка Куда лучше, чем богаты районы в пригороде Или в городе И когда это вы были в деревне чудес? Вы были там одни? Вы с ума сошли? Это тебе пришла в голову такая идея, не так ли, Андреа? Мы говорили о том, как пять лет назад Произошел несчастный случай Диего был за рулем И погибла дочь Нестора Саботера Того сеньора, который не помог нам с выкупом? Насколько я понимаю, вы как-то связаны с Нестором Саботером? Вышло так, что похитители велели маме обратиться к нему за деньгами Получается, они использовали тебя, чтобы подобраться к нему Вероятно, они думали, что его это тронет Но они ошибались Адриан, завтракай, иди в школу Луси Ты не собираешься сказать Адриану о письме? Не знаю Не знаю Для него это будет сильным ударом Мы спешили, как только могли Что стряслось, Луси? Соседи сказали, что к тебе проник неизвестный А этот сеньор Провел ночь в твоем доме Что здесь творится, Луси? Андреа, отвечай Что вы с сестрой делали в Деревне Чудес? Папа, что плохого в том, что мы туда заехали? Все равно нам было по пути Я миллион раз говорил тебе, что это очень опасный район А ты еще ребенок, понимаешь? Папа, там такие же люди, как и везде А я видела там людей со страшными лицами Вы обе ненормальные Ведь могла произойти беда И как всегда, по твоей вине, Андреа Нет Андреа не виновата, папа Что? Да Это правда Понимаешь, мне понадобилось купить общую тетрадь для занятий И я попросила Иринео Остановиться на минуточку Я вышла из машины И купила тетрадь А я вышла, потому что хотела поздороваться с одним другом Этот мальчик занимается со мной в балетном классе Мальчик из Деревни Чудес занимается балетом? Да, папа Он Настоящее чудо Безумие какое-то Бабушка, не волнуйся Диего остался, потому что он помог нам Спасибо, Диего, за помощь И почему вы думаете, что случившееся как-то связано с Фернандо? Ночью мне оставили письмо От моего папы Письмо от моего сына? И где оно? Дай мне его прочесть, скорее же Успокойтесь, не волнуйтесь Полиция ведет расследование Адриан, иди в школу Я тебя провожу Если хочешь, я пойду с тобой У нас есть о чем поговорить Правда, Диего? Если ты придешь со мной в школу, это будет нечто Спасибо С вашего позволения Письмо Это значит, что Фернандо скоро вернется Иначе как все это можно понять? Элвира, не тешь себя иллюзиями, пожалуйста Не только Адриан получил письмо Мне тоже оставили конверт Только с печальным известием К чему ты ведешь, Луси? Ты? Мерд? Я не могу Я не могу поверить какой-то бумажке Здесь написано Если мы читаем письмо, значит, они его убили Нет, 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 нет Я отказываюсь верить Успокойся Не впадайте в отчаяние, Дони и Элвира Нужно все еще проверить Может, в этом письме неправда Адриан? Адриан знает? Нет Я не смогла показать ему это письмо Это почерк Фернандо Я знаю точно Это почерк Фернандо Дони и Элвира Где ты была? Ты сильно задержалась Я была в школе Нати Ее учительница устроила собрание Что ты делаешь, когда меня нет, Марта? С кем видишься? С кем встречаешься? Как часто бывают эти собрания с учительницей? Отвечай Эти участки земли весьма неплохие Теперь нужно выбрать идеальную для нас площадку Разумеется, сеньор Что с тобой, Эулалио? Простите, дядя Просто я снова вспомнил вашего внука Не отвлекайся Нужно работать Я сожалею Ведь нас с ним связывает похожее горе Ничего хорошего его отец не мог ему дать Так же, как и твой Фернандо Лейра мертв И мне его совсем не жаль А как же ваша дочь? Вы не считаете, что она заслуживает лучшей жизни? За все это время ничего хорошего в ее жизни не происходило А вы подарили мне другую жизнь, несмотря на проступок моего отца Почему бы и ей не помочь? Поверьте, дядя Она заслуживает второго шанса О чем речь, Кузен? Кто заслуживает второго шанса? Итак, Марта Что ты делаешь, когда меня нет дома? У меня много разных дел Я хожу за покупками Забочусь о Нате Готовлю вкусные блюда Особенно, когда ждут твоего приезда Ты ведь меня не обманываешь? Нет, конечно нет Я только и делаю, что думаю о тебе Скучаю по тебе Я тоже по тебе скучаю Идем в спальню Хочешь? Я продефилирую для тебя Почему ты так на меня смотришь, Кузен? О ком вы говорили? Кто заслуживает второго шанса? Мы говорили об одном дочернем предприятии Которое не провело отчет И мы должны его закрыть И ты еще сомневаешься? Папа, это на тебя не похоже Должно быть старею Фанни сказала, что ты хочешь, чтобы я поехала в офис Да Подожди меня в машине Я скоро Я тебя предупреждаю, Эулалио Я не желаю вести разговор о Луси и ее сыне в этом доме Это трагедия Я Я не знаю, что ей думать А в письме, которое они оставили моему внуку Ничего об этом не сказано Иначе Адриан был бы убит горем Нет, но его письмо Было каким-то странным В нем было написано, что его папа Рядом с ним навсегда Это, конечно, дает надежду И в то же время оно было Прощальным Молния Валдеса тоже исчез надолго И вновь появился Я не знаю, где мой папа Но я верю, что однажды он вернется Это замечательно, что ты не теряешь веру Но в жизни нужно быть готовым ко всему Мне пришлось осознать, что молнии Валдеса больше не существует Вероятно, и ты должен быть готов Этого не будет Молния Как это понимать, Адриан? Теперь молния провожает тебя в школу? Нет, на самом деле мне просто было по пути Я иду на рынок Ладно, удачного дня Береги себя Ничего себе! Смотрите, какая мощная тачка В ней едет Андреа Ты уверен, что внутри она? Сейчас узнаю Подержи Я быстро Мой велосипед, Адриан Ты можешь представить Адриану в балетных тапочках? Исполняющего ПАДЭДЕ Ну хватит уже! Это первое, что пришло мне в голову Простите, сеньорит Андреа Но эта идея оказалась довольно нелепой Что теперь? Андреа, над чем ты смеешься? Не над чем Адриан Адриан? В пуантах Танцующий лебединое озеро Я ничего не скажу Адриану Пока мы не будем до конца уверены Этого не может быть Я не смогу смириться с тем, что мой сын умер Нет Эти негодяи Убийцы моего сына Должны за все заплатить Никто Никто не причинит вреда нашему сыну Не верь этому, слышишь? Этого не может быть Это может оказаться правдой И этого нельзя скрывать от Адриана? С этим нельзя шутить? Я Я очень боюсь Я не знаю, что делать Диего сказал, что если мы не скажем Адриану правду Потом он нам этого не простит Ты уже называешь его Диего Как дорогого близкого друга Элвира Успокойся, прошу тебя Конечно Диего выгодно, чтобы мой сын никогда больше не появился У него же свои планы Вы меня обижаете, доня Элвира Вся беда в том, Лусия Что как только люди узнают, что мой сын мертв Ты сразу почувствуешь себя свободной, незамужней женщиной Я очень хочу, чтобы вернулся Фернандо Я хочу, чтобы мой сын обнял его Но я также хочу, чтобы он узнал всю правду И я ему ее скажу Возможно, я бы и хотела изменить свою жизнь Но только не ценой жизни Фернандо Вы слышите? Не ценой его жизни Я иду в банк по поводу кредита И долго за кафе С Херардо? Да, с Херардо Недавно проценты выросли И теперь я должна намного больше После посещения банка я вернусь на рынок Увидимся там Да, дочка И пожалуйста, держи нас в курсе событий Спасибо, пока Вот, значит, где учится Андриита Сестренки Гутиерц Как всегда, элегантны Занимаются балетом, играют на пианино Представляете, что мне рассказали? Одна из них сильнее нас всех вместе взятых Октавио Будь любезен, оставь нас в покое Бетти Бетти, ты что, не говори с ними Они же психи Слушай А помнишь, ты хотела играть в команде Депортиво Мелагрос? Но они тебе отказали Вот так вот Да Но, насколько я помню Они вам намяли бока Только без рук, детка Хорошо Испугался? Уйди с дороги И не цепляйся ко мне больше Пока тебе не задали жару И не научили уважать людей Я надела твой подарок Тебе идет Знаешь Время от времени мы ссоримся Этого не должно быть Но мы все можем исправить Предлагаю Заняться кое-чем Да И чем же ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бедная моя Лусия Сколько страха она натерпелась Из-за всей этой истории с Фернандо Бедняжка Господи, прими его в царстве свое Я хотела отправить ее домой Но она такая упрямая, Кристина Очень упрямая Разве я одна бы не справилась с мечи? А ей нужно платить за воду, свет, телефон За все И еще За школу Адриана Здесь ты права Но все, что произошло в доме моей дочери Этот букет Да еще и Адриана показалось, что он увидел на улице отца Тут нельзя сидеть сложа руки Нет, нет, нет Мы как раз будем сидеть сложа руки Пусть этим занимается полиция Сначала букет Потом письмо В котором все объясняется Это похоже на фильм ужаса Когда девушку преследует маньяк И оказывается В округе все его знали Ради бога Кристина Такое бывает только в кино Но не в этой стране И уж тем более Не в деревне чудес Может, ты права В деревне чудес не бывает такого Мерседес Я тебе кое-что расскажу Что? Вчера Лусия Провела время с молнией И с Андреасито тоже Неужели? Почему такое лицо? Кристина Ты знаешь Мне не очень нравятся все эти отношения с Диего Валдесом Он так сблизился с моей дочерью Я ее хорошо знаю На днях я заметила Как она на него смотрит Я все вижу Да И как же на меня смотрит Лусия? Донья Мерседес Добрый день, сеньор Диего Валдес Добрый Я сказала глупость Не обращайте внимания То есть Примите мои извинения Я приму извинения без проблем И я не стану расспрашивать про Лусию Знаете почему? Почему? Наконец-то кто-то назвал меня Диего Валдесом А не молнией Спасибо, Донья Мерседес Диего, с Лусией все в порядке? Я спрашиваю, потому что Донья Элвира сильно ее донимает Более или менее Если честно, я провожу Адриана в школу Вот как? Сначала проводите ночь в доме моей дочери Потом провожаете Адриана в школу Вам не кажется, что вам стали оказывать слишком большое доверие Спустя всего несколько дней? Или у вас что-то было с моей дочерью? Если да, скажите, пожалуйста Я должна знать Я мать Ты должна быть деликатной И скромной Как твоя старшая сестра А не такой чудачкой Предупреждаю Оставь мою сестру в покое, понятно? Из вас двоих она лучше Она лучшая ученица Она лучше себя ведет Никого не лучше Я ни с кем не разговариваю Потому что для меня это нелегко Вообще отстань Перестань, Бетти Ты не должна оправдываться Ни перед ним, ни перед другими идиотами Из этой школы Тогда скажи ей, чтобы не мешало Еще раз такое скажешь И схлопочешь Кем ты себя вообразила? Сестрой милосердия? Сестры милосердия ведут себя по-другому Ты что, совсем спятил? Не смей этого делать Адриан? Не смотри так на меня, Лусия Прошу А как прихожешь на тебя смотреть? По твоей вине я разорена Я лишь хотел тебе помочь Чтобы не было жертв Я бы что-нибудь придумала Нашла бы вторую работу Кроме славной компании Но ты ничего мне не сказал Ты поступил очень плохо, Херардо Пожалуйста, Лусия, говори тише Здесь не знают, что я не поставил тебя в известность Простите, сеньорита Херардо Я направил соответствующие документы Сеньора Лусии Мартинес В юридический отдел Я не понимаю Почему после стольких уведомлений Эта сеньора ни разу не заявила о себе? У нас нет жизни Тишина Тише, пожалуйста Успокойтесь, тихо Кто все это начал? Эта дура набросилась на меня Кто дура? Так и не научился вежливости? А вы кто? Этот оборванец из деревни чудес Приехал, чтобы ее защищать Ясно Тогда я вызываю полицию Адриан, беги Иначе тебя во всем обвинят А ты Андреа, все, хватит Успокойся, пожалуйста Андреа Так, все успокаиваемся И расходимся по своим классам Представление окончено Донья Мерседес Я бы рад вам помочь Но не знаю как Будьте искренны И откровенно скажите Что у вас было С моей дочерью? Мне не нравится Что с ней обращаются Как с тряпичной куклой Да, я знаю Порой такое бывает Но не беспокойтесь Рядом с ней есть люди Которые ее любят И уважают К этому я и стремлюсь Стать ближе к ней Чтобы у нее был человек Который бы ее любил И уважал Мече Что в этом плохого? Он такой же Как ее друг Херардо Работник банка У него тоже добрые намерения Только этот сеньор Случайно знакомый Хочет завоевать Ее сердце Кристина Хватит говорить всякую ерунду То, что сделал Херардо Не лезет ни в какие ворота Впутал Луси в историю С банковским долгом Кристина Умолкаю Молчу Донья Мерседес Что это за банковский долг? Диего Вы меня должны простить Но это не ваше дело А ты, пожалуйста Кристина Обслужи столики с клиентами Иду, иду Как ты здесь оказался, Диего? Почему не сказал? Где ты? Бенха Я знаю, ты можешь мне помочь подготовиться к показательному матчу Хердо Ты подготовил бумаги, подтверждающие, что сеньора Мартинес получала уведомление? Да, сеньор? Сеньор, подождите Сеньор, не правда ли? Это очень хорошо, что я нашел нужные бумаги Вы ведь предупреждали, иначе не сносить мне головы? Можешь не сомневаться, ты обязательно лишился бы головы Чем могу помочь, сеньорита? Я бы хотела поближе ознакомиться с текущей процентной ставкой Что ж, это просто Вам следует обратиться к Херардо Он займется вашим вопросом Он один из наших лучших менеджеров Доверьтесь ему, от него вы услышите только правду Пожалуйста Спасибо, Лусия Несмотря на свое горе Я не могу причинить тебе вреда Но ты меня обманул Я знаю, ты сделал это из добрых побуждений Но ты меня обманул, Херардо И мне от этого очень больно Подожди, Лусия Такое поведение непозволительно Что это значит? Андреа, сядь, пожалуйста Что здесь делает эта женщина? Твой папа прислал своего представителя Какого еще представителя, сеньор директор? Эта женщина не должна здесь находиться Послушай, Андреа Когда родители не могут лично присутствовать Они присылают своего представителя Мне не нужен заместитель моей матери Вам понятно, сеньор директор? Пусть кто-нибудь мне скажет, что это фальшивка Что кто-то подделал это письмо Оно настоящее Мы должны быть сильными Нужно поддержать Лусия Ты видел ее? Ее больше волнует молния, чем наш сын Элвира, прошу тебя Лусия переживает не только из-за этого письма Но также из-за банковского долга Мы должны ей помочь Мы накопили кое-какую сумму Нет Не бывать этому, Луис Ни за что Это деньги Фернандо Нашего сына Они могут ему понадобиться в любой момент Я не отдам их Лусии Здравствуйте Дон Елвира, дон Луис Инспектор Вы что-нибудь выяснили насчет того письма? Что получила моя невестка? Это письмо дало нам новую надежду Поскольку в действительности Это почерк вашего сына Фернандо Лейра На бумаге остались отпечатки его пальцев Нет никаких сомнений, что именно он Написал это письмо Не знаю, о чем ты думаешь, Диего Но ты не обязан участвовать в этом матче Бенхамин, ты свободен? Дон Хасин, то я сейчас Доставка Пока, Бенха Два пирога с мясом, мячи Хорошо, Кристина Донья Мерседов Какие проблемы у Лусии с банком? Может, я помогу? Диего Еще раз прошу прощения Но вам лучше уйти Сделайте одолжение Позаботьтесь лучше о себе Не нужно лезть в чужие дела Тем более в жизнь у моей дочери Нет, послушайте Этот друг Херардо Работник банка Он мне совсем не нравится Мне жаль Но Херардо Давний друг Лусии И он всегда готов прийти ей на помощь Мечи Ты не разогрела говяжьи стейки? А сок папайи? Мечи Лук закончился, боже мой Что делать? Что сегодня с людьми? Что мне теперь делать? Что делать? Простите, вы что делаете? В чем дело? А как вы думаете, Донья Мерседов Я не управляющий банка Но у меня есть руки И огромное желание помочь Два пирога с мясом Тут один А, вот второй Что тут происходит? Почему Диего в моем фартуке? Теперь он повар славной компании Донья Мерседов Я не работник банка Но если вам нужна помощь Я в вашем распоряжении Если честно, Диего Без вас я бы не успела Обслужить всех посетителей Даже не знаю, что мне для вас сделать Как вас отблагодарить Ничего не нужно Я только хочу вам помочь Вот и все Что тут происходит? Почему Диего в моем фартуке? Готовить порошки Спасибо Привет, бабушка, дедушка Что-то прояснилось Насчет письма от моего папы Есть новости? Что ты здесь делаешь? Ты должен быть в школе Нет, дедушка Сейчас у меня нет на это времени Я хочу знать всю правду О письме от моего папы Откуда взялся велосипед? Это мне Вилли одолжил Что такое? Почему вы такие грустные? Почему вы молчите? Я же сказала, что не желаю Чтобы вы вмешивались в мою жизнь Я понимаю Но порой человек Ставит перед собой Очень сложные задачи Я стараюсь держаться от вас подальше Но не могу равнодушно наблюдать со стороны Когда вам нужна помощь Полиция обнаружила отпечатки пальцев Фернандо На бумаге с письмом Это доказывает Что письма писал сам Фернандо Письма? Почему письма? Письмо Письмо, Адриан Я оговорилась Это мое письмо? Полиция с ним разобралась? Нет, еще нет Но оно такое же Такое же, как мое письмо от папы Адриан, дело в том Мама тоже получила от папы письмо? Почему вы мне не сказали? Адриан Адриан, сынок, постой Ты мне не мать Пойми это Мила, не было необходимости высказывать все это директору Знаешь что? Я не обязана давать тебе объяснение Оставь меня в покое Не называй меня Милой Поехали Что ты делаешь? Синьорита Лаура тоже едет Нет Но синьорита Послушай Лаурита Вот машина Отправляйся в офис моего отца И поезжайте домой вместе Синьорита Андреа Не хочу говорить Что с тобой? Думаешь о другой? Скажи, мы с тобой очень давно не были вместе Поэтому мне не нравится, что ты бываешь в командировках Давай не будем портить такой момент разговорами Забудем обо всем плохом Я хочу, чтобы ты помнила Помнила, что я твой муж Что я мужчина твоей жизни Вот так Оставь пока А это кладем сюда? Да Да? Да А теперь давай, попробуй С аппетитом, с аппетитом Диего, пожалуйста Ты меня компрометируешь Все вокруг должны понимать Что ты мне просто помогаешь Два бурита готовы Лечу Лусия Адриан пришел из школы и Что стряслось? Он забрал письмо, которое тебе прислал Фернандо И убежал с ним куда-то И мне, пожалуйста, дай воды Я тебя вымотал? Я странно себя чувствовала Тебе не понравилось? Нет Что ты? Мне понравилось Просто Очень давно ты не был таким страстным Неужели ты жалуешься на то, что я страстный? Сначала жалуешься, что меня нет рядом А теперь это Кто поймет этих женщин? Нет Я ни на что не жалуюсь Напротив Мне очень нравится, что ты такой Любящий И страстный Теперь можно обратиться к тебе с просьбой Какой? В общем Послушай Может быть Когда ты снова поедешь в командировку Возьмешь меня и Нати с собой Что скажешь? Адриан? 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 Синьора Элвира Я же сказала, что Адриану нельзя было читать это письмо Еще рано Ужасно, что он так об этом узнает Он неожиданно появился Увидел на столе письмо Схватил его и убежал Это правда, Лусия Мы не смогли ничего сделать Синьора Лусия Мартинес Это я Синьора, мы пришли закрыть это заведение Я сожалею Но банк поручил нам наложить арест на это помещение Фильм озвучен студией ИНИС По заказу компании Централ Партнер Синьора